кивки у нас бывают разных типов и соответственно из тех материалов с которого они изготовлены в сегодняшнем видео я обращу внимание наверно сам распространенный тип кивков это пластиковые кивочки и соответственно на металлические кивки вот у меня представлена здесь как под конус она сделана один и второй обычный кивок начиная с пластиковых пластиковые кивки они обладают очень сильной повышенной чувствительностью сейчас при помощи вот удилищ продемонстрирую устанавливаются они в хвостик соответственно уже они вон еще не нагружена находится под определенным довольно таки загнутым углом можно его на рыбалке переворачивать вот так соответственно будет более жесткая поверхность для ловли для демонстрации выберем небольшой этот набор мормышек в автомах есть покажу соответственно для таких для пластиковых кивка очень и очень хорошо подойдут маленькие мормышки для того чтобы выбрать ту мормышку которую будете устанавливать под этот хвостик я так думаю можно просто поставить не разматывать не делать полностью монтаж вот просто вот таким образом мормушку просто цепить кивку соответственно покажут в каком положении будет у вас кивок когда вы опустите мормушку на дно начнете поднимать можно также отрегулировать по допустим опадает мормушку кивок то есть это делается очень легко выдвигается вот так и соответственно кивок делается более жестким то есть укорачивается рабочую поверхность вот примерно вот так это будет выглядеть то есть когда вы опускаете на дно соответственно у вас он будет прямой когда начнете поднимать он у вас изогнется эти кивки пластиковые плюсы в них несомненно то что чувствительность эластичность вот ну и минус соответственно то что они очень легко и быстро выходят из строя то есть при транспортировке если что-то где-то зажали он вас ломается взламывается и соответственно уже теряет свое вот как на этом девочки теряет свою непосредственно рабочую поверхность ломаный переломан и есть чуть-чуть где-то не так и все плюс несомненно то что мы соответственно цена недавно таки дешево за кивок я дал где-то рублей 35 40 кивочек вот далее переходим уже к металлическим кивкам металлический кивок у нас вот двух типов конеческий такой можно установить сюда свободно на удилище соответственно и вставим ту же самую мышку вот соответственно уже угол излома то есть угла рабочие это где-то бы игрался 50 то есть он менее мягкий более жесткий такие кивки используются как правило для ловли на тяжелые мормышки вот жесткие металлические они также хорошо из использовать их для ловли в морозы потому как пластик он все-таки мерзнет больше и соответственно чуде то его подмочили где-то ум как замерзла вы его при поклевке подциклить соответственно получается вот это тоже получается ну на пластиковые кивки я ловлю ловлю и ловлю вот теперь здорово на них ловить довольно таки чуткие хорошие кивочки потому что если бы они были такие отрицательного качества на них бы я так думаю никто бы не ловил вот металл он более прагматичен у него лучше ловить на для именно для игры для игры на маленькие на крупные блесны опять же если вы отрегулируете таким же способом как я показал предыдущий кивок будет совсем жестким соответственно можно ставить более крупные мормышки уже непосредственно вот на кивок огружать и ловить на более крупные мормышки это делается для того чтобы ловить уже на течении или на больших глубинах сейчас я покажу поставлю более крупную мормышку после взять того же самого черта знакомый чертик ставится соответственно вот на чертик но это опять же не надо забывать о том что это все-таки мормышки чертики изготовлены за вольфрама то есть они раз в два в три тяжелее чем обычно на мышке вот соответственно металлические поводки более кивки более прагматично более удобно есть еще вот такой металлический поводок кивок точнее извиняюсь более длинный он как раз рассчитан для более легких насадок соответственно длине можете наблюдать то что длиннее чем это соответственно то этого игра будет более плавно и более четко но он необходим для мягких для мягких а для легких приманок которую я устанавливал для ловли там на плотвичку для на маленькие поставили маленькую мормышку соответственно нагрузка минимальная и и будет здорово видно вот игра будет более жесткая но зато с такими мормышки здорово будет ловить на более крупные насадки вот есть еще у меня вот такой но это более жесткий я его использую уже непосредственно для ловли на что-то более тяжелое то есть это или совсем тяжелые мормышки или маленькие блесенки это совсем жесткий у меня кивок на него довольно таки вот крупную мормышку совсем крупную но это уже для такого среднего течения соответственно становятся такие кивочки есть еще кивки которые так называемые пружинки скрученные они используются для ловли у меня к сожалению с собой сейчас пока нету вот все снасти с пружины у меня находятся на даче то есть они более жесткие они приспособлены для ловли на реке вот есть пружинки так называемые вот они ориентированы для ловли как раз на течение для донки то есть можно использовать ее для места поплавка то есть поплавок все таки мерзает в лед можно поставить на сверлить несколько в ряд там допустим поперек речки или вдоль реки там несколько две три четыре лунки поставить две три четыре донки то есть ставится удилище ставится кивок жесткий с крупным обалдажником там шар красный едкого цвета красного или малинового цвета и ставится на дно с грузом поводок соответственно от этого поводка ставится там насадка или мотыль или же животного происхождения можно даже составить соответственно такие ну более жесткие и соответственно поклевки видно здорово и далеко вот в принципе все три основных типа которые хотел бы уделить для ловли зимой на удочки на мормышку это у нас непосредственно металл пластик пружина в принципе все все что я хотел рассказать все всем пока всем удачных рыбалок не хвоста не чешуи